Дыхание, мысли твоего движения, твоих рук, ты принимаешь решение произвести выстрел, нажимать на круг, то, ну, в общем, какая-то энергия уходит. Меня зовут Айета Ваида. Я являюсь старшим следователем по особо важным делам в департаменте полиции на транспорте в Министерстве внутренних дел Республики Азахстан. По званию я майор полиции. В органах внутренних дел я работаю с 2010 года. Еще в школьные годы я проявляла интерес к правоведению, принимала участие в олимпиадах, соревнованиях именно по правоведению. Конечно, первое время это было для меня необычно, это было тяжело. Первое время работа требовала от меня, да и по сей день бывает и бессонных ночей, и много эмоциональных переживаний при принятии решения, санкции, задержания, преступные группы. Вот эти все понятия, как бы, когда-то для меня это было что-то такое далекое, то, что мы видели в кино. Вы приглашены для допроса в качестве свидетеля. Вы предупреждаете об уголовной ответственности, задачу ложных показаний. Что значит специфика транспортной полиции? Это расследование преступлений, связанных с железнодорожным и авиационным транспортом на объектах, в том числе и кражи, в том числе и все общие уголовные преступления. И одним из первых дел, которые мне довелось расследовать, это была кража в особо крупном размере. Было совершено хищение с подвижного состава груза. Данная кража была очень завуалирована. Ее в последующем раскрыли. Была сдержана группа из шести человек в целом. Их вина была полностью доказана по делу. Работа самого сотрудника полиции, она, естественно, связана с определенными опасностями, рисками. Мы должны всегда уметь отдать отпор. Я имею в этом деле успешные результаты. Ежегодно принимаю участие в женских соревнованиях по судьбе и занимаю призовые места. На практике в реалии мне приходилось. И я думаю, что не придется. На сегодняшний день мною расследовано много дел. Но одним из тех дел, которые запомнились мне и были вызваны очень много таких вот трогательных моментов, это вот в 2016 году в парке станции Астана было совершено изнасилование и убийство 35-летней женщины, которая в это время следовала со своим 5-летним ребенком. Свидетелем этого преступления стал сам 5-летний ребенок. Это была такая трогательная работа совместно с психологами и так далее. То есть он стал очевидцем преступления, он запомнил все в деталях, описал нам полностью человека. Вплоть до цвета его глаз. И в последующем это его вот картина, которую нам дал, она очень помогла при раскрытии. В последующем был задержан 25-летний мужчина, которому в последующем дал признательные показания, был осужден. И в настоящее время бывает оказание колонии строго в режиме. Автомобилем я управляю с 2005 года. То есть на сегодняшний день старший вождение составляет 15 лет. Я в свободное время люблю провести активную, то есть выезд за город, поход, катание на горных лыжах. Решение пройти в органы, это было моим собственным решением, осознанным. Я не пришла, потому что меня заставили или так надо было. Я действительно хотела и действительно хотела быть следователем. Сам процесс расследования, он очень интересный, то есть он захватывающий. Когда ты на начальном этапе практически ничего не знаешь, и в последующем ты сам строишь вот этот процесс, сам ведешь это расследование. Когда ты получаешь определенный результат, когда дело раскрывается, когда ты видишь, что, к примеру, тот же самый преступник, он действительно получает по заслугам, как говорится, то это действительно дает тебе понимание того, что ты делаешь какую-то важную работу. Одним из объектов обслуживания департамента полиции на транспорте является железнодорожный вокзал города Мишкорта. Таких объектов обслуживания очень много, это лишь только часть первостепенной задачи следователя, это выехать на место происшествия. В первую очередь организовывается сам процесс осмотра места происшествия. Это основное следственное действие, в основном из которых может зависеть сам весь ход расследования. То есть осмотр вообще включает в себя очень большой процесс. Подозреваемый, мы дали, он проследовал под вагонами, значит, как мы ранее осматривали данное происшествие, было установлено, что здесь находится 11 железнодорожных путей. Основным человеком в этом осмотре является следователь. Он направляет, он говорит, так, значит, проводит тщательный осмотр каких-то объектов, выявляет следы, выявляет какие-то частицы, которые могут иметь значение для дела. Я считаю, что следователь женщина, она более тщательно подходит к расследованию, более ответственно, с творческим таким, скажем так, подходом. К примеру, в моей практике бывает, что если какое-то одно следственное действие, к примеру, не дало результат, то я продумываю, какое бы исследование провести, какую бы экспертизу. То есть недостаточно остановиться на что-то одном, и просто ограничиться каким-то безрезультатным следственным действием. Наверное, каждый следователь в своей профессии должен, как я ранее пояснила, обладать аналитическим мышлением. Даже отчасти любопытством. У нас особенность заключается в том, что это все движущиеся объекты. К примеру, кража совершена в городе Алматы, пока пассажир, скажем так, продолжает следование, может выехать за границу в соседнюю страну. То есть требуется это взаимоотношение с иностранными государствами. Что касается расследования, связанных с авиационными происшествиями, с теми же авиационными преступлениями, это также занимает значительное время. Одной из задач наших является установление причин авиационного происшествия. Это занимает очень большой объем следственных действий, в том числе, как и, так же, как я и пояснила, в рамках международно-правовых каких-то взаимоотношений. Она не ограничивается каким-то одним процессуальным двухмесячным сроком. Но при всем при этом предлагаются максимально все усилия закончить в кратчайшие объективные сроки, и чтобы каждое уголовное дело находило свое логическое завершение. Конечно, бывают и такие интересные моменты, когда какая-то мелочь может полностью дать полную картину расследования, дать ключ к раскрытию. Ну, и расследовалось одно уголовное дело, где также было совершено кража в особо крупном размере. Значит, и все косвенные улики говорили о причастности одного человека. Но, как говорится, косвенные улики – это косвенные, нужны были прямые улики. Вновь была проведена кропотливая работа по изучению его звонков. И один малейший звонок, один звоночек – именно в то время, именно в тот день, в котором была совершена кража, она указала на его причастность к этому преступлению. Его вина в последующем суде была доказана, он был осужден и получил свое наказание. Ну, и говоря о вообще самореализации, то именно вот работа следователя на транспорте, она мне дает возможность, как я это называю, заниматься творчеством. На самом деле я себя реализую в этой работе. То есть я делаю ее с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин